Привет, друзья! Сегодня я попытаюсь рассказать вам о популярной музыке, точнее, о песнях, которые были популярными как в СССР, так и за рубежом в 65-66 годах прошлого столетия. И звучали приблизительно в одно и то же время. Ну, надо сказать, что британская группа The Beatles уже начинала опускаться всё ниже и ниже в рейтинге популярности. Тем не менее, у них продолжали появляться гениальные песни, ну, например, такие как Girl или Michelle, которые появились приблизительно в те годы. Но одновременно с этим громко заявила о себе британская группа Rolling Stones во главе с солистом Микфем Джаггером. Я надеюсь, многие из вас, конечно, помнят, ну, просто ломовой хит. I can get no satisfaction. Кстати говоря, я бы с превеликим удовольствием показал бы всем вам музыкальный фрагмент этой песни, но, к огромному сожалению, YouTube начинает за это блокировать мои фильмы, потому что это лицензионная музыка, к сожалению. В таких случаях, запомните, я буду давать ссылки в описании для тех, кто, конечно, хочет послушать то или иное музыкальное произведение. Ну вот, это всё, что касается популярных зарубежных хитов в 65-66 годах. А что же было у нас в то время? Давайте послушаем. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Вторую половину 60-х можно назвать временем романтической песни. В нашей стране в то время чрезвычайно популярными были туристические походы. Молодые парни и девчата, сидя у костра под гитару, пели песни о любви, о дружбе, о далеких неведомых странах, о мечтах. А я еду за мечтами. Юрий Кукин, Булата Куджава, Владимир Исоцкий, Юрий Висборг. Всех не перечислишь. В тот вечер я ни пил, ни пел, я на неё вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Молодых авторов, исполнявших свои песни под гитару, было великое множество. Нам материк, идёт посредний караван, Опять бурга, опять зима, опять зима, Придёт петель, надмей с меня. Их записи распространялись на магнитофонах, и их песни знала вся страна. Время романтизма было навеяно принципами нравственности и было лучшим временем эпохи соцреализма. Ну вот, вкратце, такая музыкальная экскурсия в 65-66 годы. Надо особенно отметить в те годы восходящую яркую звезду Владимира Высоцкого. Его песни из кинофильма «Вертикаль», «Если друг оказался вдруг» и не друг, и не враг, а так, и так далее, «Здесь вам не равнина, здесь климат иной, Идут лавина одна за одной, И здесь за камнепадом ревёт камнепад». И, разумеется, я сам прекрасно знаю эти песни под гитару, иногда пою в тёплой компании, но, сами понимаете, это не входит в мою программу. Так вот, эти песни переписывались многократно с магнитофона на магнитофон. Магнитофоны были тяжёлыми, огромными аппаратами. И если в те времена ребята буквально носились с огромными тяжёлыми магнитофонами друг к другу, чтобы переписать вот эти все песни, и порой даже в плохом качестве, так как делалось это многократно, то сейчас достаточно в карман положить флешку или просто сидя за нутом или с телефоном с обычным, просто скачать. Вот что такое технический прогресс. Ну да ладно. Итак, как всегда, всем напоминаю о пятнице и вторнике. Еженедельно, друзья, еженедельно. Смотрим и слушаем, слушаем и смотрим. Мои очередные новые работы. Это может быть и моя авторская песня, и пьеса для саксофона, и какая-нибудь песенка из зарубежного репертуара. Ну а по вторникам я стараюсь выпускать очередные выпуски журнала Music Sky. Пока, друзья, всего хорошего. Увидимся в пятницу. До встречи. Колокольчик принесет вам радостную весть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...